Ну а сегодня у нас афиша ТВК не совсем обычная, а все благодаря прекрасным, любимым и самым лучшим нашим женщинам. Сегодня будет подборка, киноподборка для женщин и про них. Итак, давайте смотреть по порядку. Ну и для начала погрузимся в 2006 год и начнем с картины под названием «Дьявол носит Прада». Итак, молодая журналистка попадает на работу в самый крутой журнал-мод, причем сразу на должность заместителя помощника главного редактора. Женщина очень властная, которая не потерпит никакой халтуры. Поначалу девушка никак не может принять такой стиль своей начальнице и даже подумывает уйти. Но постепенно она начинает понимать босса и проникнуться к ней симпатией. Из гадкого утенка она превращается в изысканную леди и получает в итоге отличные рекомендации от своей начальницы. Просто бесподобная. Мэрил Стрип в главной роли. Ну и Эн Хэтуэй, которая и сыграла нашу героиню. Никогда не думала, что скажу это, Андреа. Но я вижу, что вы во многом похожи на меня. А далее работа у нас посвежее. 2019 год называется «Невидимая сторона». Фильм снят, кстати, при реальной истории. И в главной роли у нас огромный темнокожий парень без образования, но с мягким характером, безумно добрый. Когда он в очередной раз остался без жилья над ним, берет опеку христианская семья. Женщина верит в него и помогает на жизненном пути. Ему предстоит немало испытаний, которые в итоге приведут его в большой спорт. Поскольку он станет профессиональным игроком в американский футбол. В главной роли Сандра Балок. Получившая за эту роль Оскар. Ты изменила его жизнь. Нет. Он изменил мою. Ну и этот фильм обязательно посмотрите, если еще не видели. Называется он «Месть от кутюр». Еще он известен как «Портниха». Итак, в главной роли у нас блистательная Кейт Уинслет. Героиня возвращается из города в свою родную маленькую небольшую деревушку. Где у нее не самая лучшая репутация. Поскольку в детстве ее обвинили в гибели сына мэра. Ее отправили в исправительное учреждение. Она открывает ателье и начинает шить местным модницам шикарные наряды. Однако за спиной еще все шепчется. Хотя она и стала популярной. Но детская обида не дает ей покоя. И истинная причина возвращения совсем другая. Концовка фильма просто выносит мозг. Но фильм действительно отличный. Ты можешь осчастливить какого-нибудь парня. Ну и еще одна реальная история известной правозащитницы, которая осталась без работы, без мужа, с тремя детьми на руках. В один день она попросилась на работу к не самому лучшему адвокату и взялась без гонорара за первое попавшееся дело. В итоге против крупной компании был выдвинут огромный иск. Много людей получило компенсации за причинение вреда здоровью. В главной роли снялась Джулия Робертс, получившая за эту роль Оскар. Примечательный факт. В фильме в небольшой роли официантки сыграл реальная Эрин Бракович. Не заставляйте меня вставать на колени. Ничего со мной не выйдет, можете меня уволить. Только не заставляйте умолять. Идем далее. Пожалуй, самая известная женщина в мире. У нас на очереди ее знают все, даже те, кто далек от мира моды. Образ этой женщины на экране воплотила Одри Тату. История ее жизни начинается с приюта, где ее оставил отец и никогда не навещал. О том, как она начала свой путь обычной швеей. Мало кто знает, что она была еще и певицей, которая выступала под именем Коко. Отличный, очень красивый фильм. Не зря Оскар Олент получила именно за дизайн костюмов. Ты серьезно решила работать? Думаю, она права. Зачем ты вбил ей в голову эти бредовые идеи? Но это лучше, чем всю жизнь грохот на пустое веселье. Три билборда на границе Бенгам-Миссури режиссера Мартин Макдонаг, 2017 год. Главная героиня оплакивает свою дочь, которая была изнасилована и убита. Она арендует три рекламных счета на границе округа и размещает провокационные тексты, призывающие ускорить расследование, которое, похоже, вообще не думает начинаться. Начинается настоящая война против системы. Кроме того, женщина сама начинает свое расследование. Очень необычный по сюжету фильм, который собрал огромное количество всевозможных наград. И снова главный приз за лучшую женскую роль, которой достался Фрэнсис Макдорманд. И три, два, один. И как бы печально сейчас не выглядели эти билборды. Нас всех интересует, закончена ли на этом печальная сага о трех билбордах на границе Эббинга штатной истории. Ничего не закончено, тупая стерва. Ну а в этом индийском фильме не будет ни танцев, ни плясок, ни той красочности, которая присуща обычно индийским фильмам. И он снят по реальной истории бортпроводницы, самолет которой был захвачен террористами. Девушка сумела предупредить пилотов, и те покинули самолет. Сама же она осталась с пассажирами. На борту лайнера развернулась настоящая драма, в результате которой героическая стюардесса погибла, спасая заложников. Индийское кино редко попадает, конечно, в наши подборки, но эта лента очень стоящая. Успокойтесь, пожалуйста. В ее гороскопе было написано, что она станет героем. Еще один Оскар в нашей женской кинокопилке. Все еще Элис, главная героиня фильма, ей 50 лет, собственно, у нее трое детей. Любящий муж, вообще все хорошо, ну как обычно, до определенного момента это бывает. Пока ей не ставят диагноз, болезнь Альцгеймера. Жизнь меняется кардинально, но женщина хочет, чтобы все было как прежде. И прикладывает для этого невероятные усилия. Ведь главное не сдаваться болезни никаким образом. Еще одна оскароносная роль на этот раз Джулиана Мур. Актриса, у которой много шикарных и очень сильных ролей. Это, в общем-то, все, на что я способна. Жить мгновением. Ну а теперь еще одна подборка по годам про оскароносных женщин. Смотрим. 1939-й. Вивьен Ли. Роль Скарлетт О'Харе. В «Унесенных ветром» досталась молодой и на тот момент неизвестной Вивьен Ли. Практически случайно продюсер Дэвид Зельцник. Искал актрису, идеально подходившую для съемок, чуть ли не по всей Великобритании. Позже дело дошло до Ли. Именно она сумела грамотно передать все аспекты личности Скарлетт. 1973-й. Лайза Миннелли. История фильма «Кабарет», где Миннелли сыграла певицу Салли Боллс. Забавно. Ленка получила 8 Оскаров, но при этом не удостоилась главного в номинации «Лучший фильм». Несмотря на это, постановка очаровывает. И персонаж актрисы преодолевает внезапные повороты судьбы. Кое-как выходит из любовного треугольника в условиях диктатуры Третьего Рейха. И поет, невзирая на пережитую боль во второсортном клубе «Киткат». Идем далее. 1983-й. Мэрил Стрип. Актриса не раз удостаивалась «Оскара». Первый она получила тремя годами ранее. За лучшую женскую роль второго плана. Следующий. 1983-й. Как раз о нем идет речь. Третий. В 2012-м. За участие в «Железной леди». Однако именно работа над амплуа Софии Завистовски в выборе Софии потребовала от Стрип сильнейшей отдачи. Актриса научилась свободно общаться на немецком и польском. Резко похудела, чтобы показать, как изменилась женщина в югославском концлагере. До сих пор критики считают эту роль Мэрил одной из сильнейших. В 1997-й Фрэнсис Макдорманд после первой номинации на «Оскар» актриса редко появлялась в крупных проектах. Так бы могло продолжаться еще долго, если бы не участие в картине Шиштофа Кеслевского «Три цвета синий». И последующее награждение «Золотым глобусом». Позже она снялась у братьев Коэнов в роли Марч Кандерса. Здесь Фрэнсис умело показала полицейскую, находящуюся на седьмом месяце беременности. Положение не мешает ей разбираться в делах. Обладая острым умом, сильной интуицией и бодростью духа она раскрывает преступления. И при этом не забывает, что в мире есть нечто большее, чем деньги. В 2003-й Николь Кидман сыграв Вирджинию Вульф в картине «Часы Кидман» объединилась с Джулианой Мурой и Мэрилл Стрип. Вместе они показали один день жизни трех женщин. Британской писательнице, мучимой мыслями о суициде домохозяйки, угнетаемой скукой. И редактора, заботящегося о умирающем экс-любовнике. Кажется, что сами героини отличаются, но на деле их объединяет произведение Вульф «Миссис Де Лоуэлл». Для участия в проекте Кидман пришлось учиться писать другой рукой. Писательница была правшой, актриса же левша. Непосредственно перед съемками женщина перечитала все опубликованные письма о Вирджинии Вульф, чтобы лучше узнать характер персонажа. Всех очаровательных девочек, бабушек, женщин, девушек мы поздравляем от имени Афиши, киноафиши ТВК с наступающим 8 марта. Желаем вам процветания, любви и пусть ваши дорогие мужчины носят вас в буквальном и в переносном смысле на руках. Увидимся. Это была киноафиша ТВК про женщин для женщин. Редактор субтитров А.Семкин